МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баку отказывается вступать в контакт с наблюдателями и ЕС. Пострадают 9 прихраничных общин, потеряем и Трасу, и Джеван, но Эмберян. В центре внимания встреча Армении и ЕС США – неармяно-азербайджанский мирный процесс Мэттью Миллер. Хор «Маленькие пиццы Леона» в Ереване. Армянская церковь Себастья выставила на продажу. Заявление наблюдателей ЕС стало холодным душем для Баку, поскольку их план не сработал. Баку в последнее время изменил тактику на дипломатическом поле. Если не так давно заявления диктатора Баку были прямыми экспансийскими заявлениями, не скрывая экспансионизма в отношениях территории Армении, используя неофициальные названия территории Армении и карты, то сейчас они используют риторику с другой тактикой. Уже несколько дней по различным официальным каналам Баку заявляет, что достиг исторического этапа в отношениях с Восточной Арменией, когда подписание мирного договора близко. У этих заявлений есть адресат Европы и США. Диктатор Баку пытается показать, что также заинтересован в установлении мира в регионе, но уже на следующем этапе распространяет заявление, в котором выражает обеспокоенность предполагаемыми военными перемещениями в Восточной Армении, возможно даже в ближайшем будущем распространить заявление в связи с запланированными инженерными работами на нашей стране после зимнего сезона. Этим заявлением Баку пытается показать международным партнерам, что выступает за мир, а Восточная Армения якобы осуществляет передвижение на передовой. Баку прекрасно осознает, что в случае делимитации и демаркации действовать в одностороннем порядке будет невозможно. Поэтому в любом случае пытается довести до военного столкновения. Международные структуры это также понимают и делают все возможное, чтобы не допустить военной агрессии. Заявление наблюдателя ЕСЭП было как минимум провалом военной операции на данном этапе. Распространенное Министерством обороны Баку сообщение о том, что якобы 1 апреля в период с 22.00 до 22.10 подразделения вооруженных сил Восточной Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, распространенным в юго-западной части пограничной зоны не соответствует действительности. Об этом сообщает Министерство обороны Восточной Армении. В то же время сообщаем, что подразделения вооруженных сил Баку 1 апреля в 22.00 в районе села Куд Георгоневской области и 2 апреля в 00.40 в районе села Тех Сюнингской области открыли огонь по армянским позициям. По отмеченным сообщениям Министерства обороны Баку направлением нарушений зафиксировано не было. Миссия Евросоюза в Армении выполняет важную функцию по обеспечению транспарентности. Она открыта для взаимодействия с Баку. Об этом в соцсетях написал специальный представитель ЕСЭ по кризису в Грузии и на Южном Кавказе Тойвоклар. Если есть опасения, их необходимо решать в безопасной обстановке. Как это делает миссия Евросоюза в Грузии через свои регулярные контакты со всеми сторонами. Жители села Боскепар Тавужской области обратились к властям Еревана с посланием. Мы, ниже подписавшиеся, жители села Боскепар Тавужской области выражаем нашу глубокую обеспокоенность недавными заявлениями различных представителей правительства Армении, в частности, в связи с вашими заявлениями о возвращении азербайджанской стороне территории, прилегающей к нашему населенному пункту. Во-первых, несколько слов о том, как сложилась эта ситуация в нашем регионе. Границы, оставленные нам наследство бывшим советским государством, были намеренно настолько запутаны и искажены, что наши дороги, соединяющие остальные населенные пункты Армении, находились под контролем азербайджанцев. Последние сразу после распада СССР начали насилие в отношении наших граждан на этих участках дорог. А после 1991 года начались похищения граждан Армении. В те годы из наших и соседних населенных пунктов было похищено несколько человек, а в целом на этих участках дорог были захвачены и пропали без вести более 40 граждан Армении. В 1991 году все дома в районе Дзорбовский Паржам были разграблены, разрушены и взорваны противником. Село почти постоянно подвергалось обстрелам. После всего этого мы вступили в борьбу не за захват территории, а за защиту и завоевание нашего права на жизнь и свободное передвижение. Ценой жертв и искалеченных жизней нам это удалось в 1992 году. Сегодня, когда публичные заявления о возвращении этих территорий публикуются под псевдотезисом территориальной целостности государств, то это для нас совершенно неприемлемо. И где же право на свободную жизнь и передвижение данной вам всеобщей декларации прав человека? Даже сегодня, когда мы находимся на определенном расстоянии от позиции противника, периодически подвергаемся посягательствам противника, и наша страна не может обеспечить безопасных наших детей. То, что произойдет, когда эти территории будут возвращены, и турецкий элемент окажется в 20-30 километрах от наших домов, в 100 метрах от школы, когда мы снова окажемся в изоляции от внешнего мира, в окружении враждебного элемента. С другой стороны, если мы говорим о территориальной целостности, то собирается ли сторона противника вернуть территории, находящиеся под ее контролем на суверенной территории Армении. Именно на нашей территории около 900 гектаров села Беркабер на левом берегу Джогазского водохранилища. Приграничные территории, контролируемые ими на 2-3-километровом участке Коти, не говоря уже об арсвашении и остальных территориях. Мы уверены, что противник даже не думает об этом. Не мы должны объяснять правительству Армении стратегическое значение даже самого небольшого отвода границ на этой территории. Подрыва государственной безопасности. Но мы вынуждены подчеркнуть, что в результате территориальной уступки на этом участке границы пострадают не только приграничные населенные пункты Беркабер, Сарегюх, Цахкаван, Киранц, Воскепар, Баганис, Воскеван, Коти, Барикамаван. И Армения потеряет межгосударственную автомагистраль и Дживан-Найумберян. Опустеют указанные населенные пункты, и для противника будет открыта свободная дорога через горы Балаверди и Ванадзор. Было бы наивно полагать, что после этого противник не потребует сдачи так называемых акклавов. О том, что будет с нашей страной, после этого страшно даже подумать. В ежедневных выступлениях президента соседней страны мы слышим более высокие требования к нашей стране. О Зангизуре, Севане и даже Ереване. Это их поведение, оказавшие здесь их желание забрать чужое никогда не угаснет. Они уважают только силу и заключают мир только сильными. Никакие международные права, никакие структуры не могут их сдержать. Воскепар и прилегающие к нему армянские поселения имеют тысячелетнюю историю. Наши деревни здесь существуют по крайней мере 4 века, сумев пережить многовековую борьбу 21 век и должны сохраняться. Турецкий элемент появился здесь всего 200 лет назад и всегда стремился отнять у нас наше право жить здесь. Но это ему не удавалось. Это не удалось осуществить как в 90-е годы, так и не удастся сегодня. Свидетелями этого являются наши тысячелетние культурные сооружения, крепости и церкви. В заключении мы хотим выразить надежду, что вы прислушаетесь к нам и попытаетесь найти другие решения в этом регионе, которые не будут за счет уступки уже существующих прочных линий обороны, нарушения права населения наших населенных пунктов на жизнь и свободное передвижение. Мы, ниже подписавшиеся, выражаем свое несогласие с выполнением территориальных требований, предъявляемых Азербайджаном и территориальными уступками на этом участке границы. Мы готовы защищать наше право на жизнь и свободное передвижение любой ценой, быть рядом с нашей армией, стоять в ее рядах на благо защиты нашей Родины и населенных пунктов. Госдепартамент США заявил, армяно-азербайджанский мирный процесс не будет в центре внимания предстоящей 5 апреля в Брюссере встречи Никола Пашиняна, председателя Европейской комиссии Урсуев Бли фон де Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкина. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер. На встрече будут обсуждаться вопросы реформ, демократии, экономики и устойчивости в Восточной Армении. Мирный процесс не в центре внимания этой встречи. Это встреча между США, Европейским Союзом и Арменией, в ходе которой будут обсуждаться экономическая дифферсификация Армении, гуманитарная помощь, поддержка беженцев и содействие политическим реформам Восточной Армении в таких областях, как демократия и верховенство закона. Встреча не имеет региональной направленности. Ранее Госдепартамент заявил, что не согласен с заявлением МИД Баку о том, что встреча Никола Пашиняна, председателя Европейской комиссии Урсулы фон де Ляйн и госсектора США Энтона Бликене в Брюсселе 5 апреля явно односторонняя, предвзятая и основанная на двойных стандартах. 5 октября 2023 года премьер-министр Восточной Армении Никол Пашинян и председатель Европейской комиссии Урсула фон де Ляйн выступили совместным заявлением после встречи в Гранате. Урсула фон де Ляйн проинформировал о подготовке совместного мероприятия ЕС США для поддержки Восточной Армении. В рамках Дней Франкофонии в Армении прибывает хор «Маленький певцы Леона». Об этом сообщает Национальный центр камерной музыки. 10 апреля в 19.00 в Доме камерной музыки имени Комитаса состоится совместный концерт хора «Маленький певцы Леона» руководитель Саймон Хаберле и хора «Маленькие певцы Армении» руководитель Тигран Экекян. Концерт состоит из двух частей духовной и светской программе хоры французских, итальянских, английских, скандинавских, немецких, испанских и других народов. Концерт хора «Маленький певцы Леона» также состоится 12 апреля в 19.00 в Анадзорской музыкальной школе имени Эдуарда Казартмяна. В Себастье выставлена на продажу армянская церковь с урб. В связи с чем депутат Мардина от партии равенства и демократии народов Жорж Арслан направил запрос министру культуры и туризма Турции Мехмед Тури Эрсой. Об этом сообщается на сайте еженедельной газеты «Акос». Согласно источнику, в запросе Арслана указано, есть ли у вас информация о том, что церковь выставлена на продажу через интернет, о чем было указано в прессе. Верно ли предположение, что собственность вышеупомянутой церкви принадлежит обычному человеку? Если это правда, то как и при каких обстоятельствах было выдано свидетельство о праве собственности на церковь? Сколько существует церквей и монастырей, право собственности, на которое принадлежит вашему министерству? Каково количество церквей и монастырей, перешедших гражданам или выставленных на продажу в период правления партии «Справедливости и развития Турции»? Проводите ли вы какую-либо работу по запрету продажи частных лиц церквям, монастырям и другим религиозным учреждениям? Ведутся или будут ли проводиться работы против владельцев церквей и монастырей, предоставивших права собственности лицам с целью возвращения религиозных учреждений? В завершение новостей послушаем песню «Муж» в исполнении хора «Маленькие певцы Армении». «Маленькие певцы Армении» «Маленькие певцы Армении» Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Продолжение следует...»